И когда мы читаем Библию, на протяжении всей Библии, на протяжении всей истории человечества существовало проблем отношения родителей и детей. Мир вам, братья и сестры! Мир вам! Слава нашему Богу за возможность еще пребывать в Его общении, пребывать в общении с Его детьми и за то, что все мы живы и здоровы и можем прославить имя Его. Сегодня моя тема называется «Отношения родителей и дети». Это те темы, которые мы собрались освящать в нашем служении. И я бы хотел, чтобы Бог благословил меня, чтобы Он говорил, чтобы это были Его мысли, Его научения, и чтобы каждый из нас мог что-то взять для себя. Это действительно очень большая тема, это действительно очень важная тема. И я искренне надеюсь, что Бог побудет в сердца братьев, и в следующие дни, в следующие субботы, в следующее время мы будем слышать больше проповедей на эту тему, потому что это действительно очень важная, очень большая тема. И когда мы читаем Библию, на протяжении всей Библии, на протяжении всей истории человечества существовало проблем отношения родителей и детей. И мы можем читать это практически от первой семьи. Все время Бог говорил, что дети и родители имеют неправильные взаимоотношения, имеются какие-то проблемы. И мы читаем, что перед тем, как пришел Иисус Христос, мы читаем, что Иоанн был послан для того, чтобы приблизить сердца отцов к детям и детей к отцам, чтобы Бог, придя, не поразил земли проклятием. И как мы можем видеть, в последние времена, когда мы читаем послания апостолов, когда мы читаем книги, которые нам говорят о нашем времени и о последующих, последних днях, говорится, что такая же самая проблема, она никуда не исчезает, она практически от сотворения мира, что существует какой-то конфликт между детьми и между родителями, что в корне является неправильным и что в корне осуждает Бог. И я бы хотел, чтобы целью моей проповеди стало понимание правильного отношения родителей к детям и детей к родителям, потому что в этом заключается благословение как от них, так и других. И когда мы читаем Библию, то в Библии очень-очень много написано для детей, как они правильно должны относиться к родителям. В Библии приводится очень много прямых текстов, которые говорят напрямую к детям, как они должны почитать родителей, как они должны любить, как они должны относиться. И таким краеугольным камнем этих отношений мы можем сделать пятую заповедь. Потому что если мы читаем Библию и мы читаем вот эти десять заповедей, мы можем заметить, что в отношениях между Богом и человеком Бог прописывает, какие должны быть правильные отношения. Бог прописывает, какие должны быть правильные отношения между человеком и человеком. И обращая внимание на пятую заповедь, мы замечаем, что Бог прописывает более того, какие должны быть правильные отношения у родителей и детей. И пятая заповедь, которую мы знаем, я думаю, каждый из нас знает с детства, говорит, что «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». И Бог почему-то в своем законе, почему-то в своих заповедях, Он выделяет именно тот момент, именно то отношение родителей, вернее, детей к родителям. И когда мы смотрим на эти 10 заповедей, мы привыкли их видеть в таком распорядке, который они у нас есть. Мы привыкли их с детства читать, мы их знаем наизусть. Очень много нам говорится о том, как их правильно понимать. И кажется, что, я думаю, нет такого человека, изверчих, который не знает, что родителей надо почитать. Но вы знаете, когда мы говорим о почитании, появляется проблема, потому что очень часто, по крайней мере, я не понимал, что значит почитать, как это почитать, что такое почитать, как это правильно делать. Потому что, когда мы находимся в маленьком возрасте, нам родители говорят, почитать – это значит слушаться. Когда мы чуть-чуть подрастаем, когда у нас появляется свое мнение, свои какие-то решения, свои какие-то мысли, мы хотим быть самостоятельными, Родители нам говорят, что почитать — это значит ставить всё-таки мнение родителей, ставить всё-таки точку зрения. И вот слово «родители» должно быть последним, и мы должны прислушиваться к родителям. Когда мы уже вырастаем, когда у нас уже появляются свои семьи, наши родители приходят уже в возраст, и если не они, то очень часто нам братья и сёстры говорят, что почитать — это значит заботиться. И для каждого возраста слово «почитать» — это понимание имеет своё значение. Но я бы хотел, чтобы мы с вами на основании Библии, на основании Священного Писания увидели, что оно вообще собой представляет, как должны дети почитать родителей. И как я уже говорил о расположении заповедей, очень часто говорится, я уже очень часто услышал мысль, и я думаю, что она верная, что в еврейском народе вот такое распределение заповедей, оно чуть-чуть отличается от нашего. Потому что говорят, насколько говорят, что там заповеди распределяются на 5 и 5. И если в нашем расположении очень часто мы относим пятую заповедь к тому, что вот это отношение к ближним, то еврейский народ говорит, что нет отношения детей к родителям, это очень близко к отношениям людей к Богу. И я бы хотел подметить такую мысль и порассуждать на такую мысль, что родители — это не наши ближние. Родители — это не те наши друзья-товарищи, которые есть у нас по жизни. Я не говорю о том, что мы не должны иметь дружеских отношений с родителями, о том, что наши родители должны для нас быть какими-то недосягаемыми, недоступными, но я говорю немножечко о другом. Очень часто, когда мы говорим о ближних, мы подразумеваем, ну, которых самых ближних. Есть у нас братья-сестры, это наши братья-сестры, есть у нас родители — это родители, есть у нас ближние — это наши друзья-товарищи, с которыми мы пересекаемся. И очень часто у нас такое отношение, каждый из нас знает, какие у нас отношения с друзьями. Каждый из нас знает, что как мы воспринимаем какие-то мысли друзей, какие-то советы друзей, какие-то слова друзей наших ближних, Это все зависит от того, насколько он нам друг, сколько мы с ним прожили и так дальше. Но когда мы говорим о наших родителях, то я бы хотел все-таки, чтобы мы взяли такую мысль в себе, что наши родители — это не наши ближние. У нас не может быть к родителям такое отношение, как к нашим друзьям. У нас не может быть отношение к советам родителей, такое отношение, как к советам наших друзей. Потому что когда мы читаем Библию, когда мы читаем все эти обращения, которые говорит Бог к детям, мы можем заметить одну такую мысль. Бог на родителей ставит очень-очень большую ответственность за детей. Бог на родителей ставит очень большую власть над детьми. Я бы хотел, чтобы мы понимали такую мысль, что надо иметь правильные отношения с родителями. Очень хорошо иметь такие дружественные отношения с родителями. Очень хорошо, и я могу сказать, действительно, на своем опыте, я очень-очень сильно благодарен Богу, что у меня в моей жизни дружеские отношения с моими родителями. У меня в моей жизни очень хорошее отношение с моим папой, который для меня является и отцом, и другом. У меня очень хорошее отношение с мамой, которую я тоже ценю как маму, и она является моим другом. Но я бы хотел, чтобы мы заметили, что несмотря на все эти хорошие отношения, на все эти такие хорошие взаимоотношения, все-таки слово отца, слово матери, благословение отца, благословение матери является точкой, является последним, таким завершающим штрихом в наших жизненных ситуациях, в наших каких-то переживаниях и проблемах. Очень часто так бывает, что дети вырастают, чуть-чуть становятся повзрослее, и как-то приучаясь к этой самостоятельности, относятся к родителям, как я уже говорил, к своим ближним. И Библия нам говорит, что это в корне неправильно. Слово отца, благословение отца и благословение матери, это является точкой в твоей жизни, это является законом. И когда я готовился к этой проповеди, я очень долго искал такой период, когда же ребёнок перестаёт быть ребёнком, когда же над ребёнком, можно сказать, заканчивается вот такая, ну не совсем заканчивается, она никогда не заканчивается, родительское благословение, родительское такое ведение по жизни, оно вряд ли когда-нибудь заканчивается, пока родители живы, они всегда для нас в авторитете. Но когда по Библии человек стаёт самостоятельным? И вы знаете, написано в Библии, что в еврейском народе с 21 года считались совершеннолетними люди. Когда мы читаем, смотрим на наш мир, у нас считается с 18 лет, хотя в Китае с 21 года тоже самостоятельные люди. И мы можем смотреть, и мы можем читать, и я не нашёл ни одной такой твёрдой даты, не нашёл ни одного такого возраста, но в самом начале книги Библии, в самом начале творения мира, когда Бог создал человека, когда Бог создал Адама и Еву, когда Он привёл Еву к Адаму и дал её, сказал, что это его жена, то Он сказал такую мысль, что и доставит человек отца своего, и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплоти. И я заметил для себя такую мысль, что наша такая, как я уже говорил, не то, что власть родителей над нами, а вот такое серьёзное, такое серьёзное введение в жизни детей, оно заканчивается тогда, когда дети уже сами стоят родителями и начинают сами вести своих детей. И говоря о том, как правильно люди должны себя, как правильно дети должны себя вести в отношении родителей, мы можем читать в Библии очень много мест, но больше всего из этих мест мне понравилась глава 3 из книги Иисуса сына Сирахова. Там написано в начале главы, я для себя выделил коротких 16 стихов, которые, по моему мнению, они подчёркивают всё наше правильное христианское отношение к нашим родителям. И я бы хотел, чтобы мы зачитали эти 16 стихов, и каждый из нас, пускай поразмыслит сам, каждый из нас на основании Библии, на основании многих мест, которые написаны, чтобы каждый из нас сформировал своё мнение, как правильно относиться к родителям, но я бы хотел, чтобы мы, прочитая эти 16 стихов, имели хоть какое-то направление, как правильно действовать. Итак, книга Иисуса сына Сирахова, глава 3. «Дети, послушайте Меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновями, почитающий Отца, очистится от грехов, и уважающий Мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий Отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий Отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит Мать свою. Боящийся Господа почтит Отца и, как к владыкам, послужит родившим Его. Делом и словом почитай Отца Твоего и Мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение Отца утверждает домы детей, а клятва Матери разрушает до основания. Не ищи славу в бесчестии Отца Твоего, ибо не слава тебе бесчестия Отца. Слава человека от чести Отца Его и позор детям Мать в бесславии. «Сын, прими Отца Твоего в старости и не огорчай Его в жизни Его. Хотя бы Он ее оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы Твоей. Ибо милосердие к Отцу не будет забыто, несмотря на грехи Твои, благосостояние Твое умножится. В день скорби Твоей воспомянется о Тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи Твои, оставляющий Отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, разражающий Мать свою». Мы можем заметить, что в этой книге мне очень нравится эта книга, мне очень нравятся такие книги, как «Экклезиаст», как «Иов», как книга Иисуса сына Сирахова. Мне нравятся они тем, что, когда мы читаем Библию, мы читаем эти законы, мы читаем эти постановления, мы читаем речь Бога к нам, как мы должны поступать. И, возможно, иногда мы не совсем доверяем этому всему, иногда мы не совсем правильно это все понимаем. Но в этих книгах, а именно в книге Иисуса сына Сирахова, говорится из жизни, говорится из того, что человек видел в своей жизни, что человек наблюдал, что человек видел, когда дети поступали правильно, когда люди соблюдали то, что говорит Бог, и когда люди не соблюдали. И поэтому для меня эти короткие 16 стихов, которые здесь написаны в третьей главе, являются очень правильным направлением, как мне нужно почитать моих родителей, как мне нужно правильно относиться к моим родителям. И из этих коротких стихов, в этих коротких стихах показывается, что эти слова, которые написаны в пятой заповеди, что почитай отца, и будешь долгоденствовать, и будет, как в одном еще месте написано, что будет тебе хорошо на земле, той, которую Бог тебе дает. Мы можем видеть, что человек из собственного опыта, из того, что видел, он подтверждает, что действительно, кто соблюдает, кто делает, кто имеет правильные отношения, того Бог благословляет. И говоря об отношениях родителей и детей, читая Библию, мы можем увидеть очень-очень большое количество мест, которые говорят прямо к детям, но очень-очень мало мест, которые говорят напрямую к родителям, как родители должны относиться к детям. Очень часто подразумевается, что с течением жизни, с каким-то вот таким воспитанием, взрослением, человек как-то сам понимает, человек как-то сам разбирается, как он должен относиться к своим детям, кто такие для него его дети, как он должен заботиться. И перелистывая Библию, я нашел всего-навсего два места. Возможно, кто-то меня поправит, кто больше еще читает Библию, кто больше ее знает, но я нашел в Библии только два места, которые говорят прямо к родителям, как они должны относиться к детям. И поначалу, когда я их прочитал, я подумал, что этого слишком мало. Я сравнил то, что сколько написано детям, я сравнил, сколько написано родителям, и я подумал, это очень-очень слишком мало. Но когда я еще раз и еще раз прочитал вот эти стихи, всего-навсего два стиха, я понял, что если в них вникнуть, если в них разобраться, если понять, что там написано, то больше и не надо говорить. Этого достаточно. И эти два стиха записаны, первый стих записан в 126-м псалме, там говорится о благословении Бога Божьим, говорится о том, что если Бог не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие. И третьим стихом говорится следующее. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева». И этот стих, он очень сильно, я бы сказал, запал мою душу. Он очень сильно побудил меня как-то подумать о том, что такое наши дети, что такое дети для каждого родителя, как мы, христиане, понимаем наших детей. И когда я еще раз и еще раз перечитывал стих, то я понял такую мысль, которую, я думаю, нам говорят, ну, возможно, не с детства, но с такого возраста, когда мы можем уже понимать, что дети даются каждому человеку от Бога. Дети — это благословение Божье для родителей. И рассуждая над этим стихом, мы можем прийти к такой мысли, что если мы зададимся вопросом, как нам нужно относиться к детям, и читая этот стих, мы можем сравнить, что к нашим детям мы должны относиться так, как к благословению Божьему. К нашим детям мы относиться должны так, как к той большой ответственности, которую Бог дал каждому из нас, благословив нас детьми. Он доверил нам человека для того, чтобы каждый из нас, имея, возможно, большой, возможно, небольшой отрезок времени, пока наши дети не поженятся, не выйдут замуж, чтобы мы своей жизнью, своими знаниями, своими поступками с Его помощью, с Его благословением опять привели этих детей к Нему. Чтобы вот это благословение, которое Он дал нам, вот этих маленьких детей, которые ничего не знают, чтобы мы научили их не только жить в этом мире просто, но чтобы мы научили их любить Бога, чтобы мы научили их, как правильно относиться к Богу, чтобы мы научили их, что они являются и детьми Божьими. И об этом говорит апостол Павел, посланник Колоссянам 3 главы. Он говорит еще один, второй стих такой, который я очень-очень редко слышал в каких-то проповедях, я очень редко его замечал. Там говорится, 21 стихом 3 главе Колоссянам говорится, «Отцы, не разражайте детей ваших, дабы они не унывали». И очень трудно над этим стихом размышлять, очень трудно говорить об этом стихе, очень непонятно, как это раздражать детей. И для меня до сих пор он является не очень сильно понятным стихом. Но я для себя делаю такой вывод, что ответственность родителей зависит не в том только, чтобы правильно воспитать детей, не в том только, чтобы их правильно привести к Богу, но в том, чтобы иметь с ними тоже правильные отношения, чтобы дети для родителей не были какими-то подчиненными, чтобы родители не забывали, что это благословение Божье, чтобы не забывали, что это подарок от Бога, что это большое доверие от Бога к людям, чтобы они помнили это каждый раз, когда они занимаются с детьми, воспитывают детей. И, говоря об этих отношениях, это очень трудная тема, это очень-очень большая тема. И я бы хотел, чтобы каждый из нас рассмотрел сам через свою жизнь, рассмотрел сам через свои жизненные ситуации, вспомнил свою жизнь. Родители, чтобы вспомнили, как они получили от Бога детей, чтобы вспомнили эти чувства, этого благословения, которое Бог им дал, чтобы они вспомнили вот эти все прекрасные моменты, когда у них были, когда они действительно получали от Бога благословение. И чтобы они не забывали, что дети — это большое благословение и очень большая ответственность, возложенная Богом на людей. И чтобы каждый из нас детей, у которых еще есть родители, помнил, что это тоже очень большое благословение. Наши родители — это очень большое благословение нам от Бога. И чтобы каждый из нас, как пишется в книге Сирахова, чтобы каждый из нас, по мере того возраста, в котором мы находимся, младенцы мы чуть повзрослее или мы уже очень взрослые, наши родители уже находятся в большом возрасте, чтобы мы правильно относились к ним, где нам надо слушались, где нам надо помнили, что последнее слово за ними, а у кого пришло время, чтобы мы не оставили своих родителей в сложных жизненных ситуациях, когда им действительно требуется помощь. И завершить эту тему я бы хотел такими двумя мыслями, над которыми я бы хотел, чтобы каждый из нас подумал и сделал для себя в жизни какой-то вывод. Говоря о родителях и детях, к родителям я бы хотел, чтобы мы подумали над такой мыслью, что дети доверяются Богом нам, от Бога доверяются нам, родителям, для того, чтобы мы их опять привели к Богу. И к нам, детям, у которых живы еще родители, чтобы мы подумали на такой мысль, что Божье благословение нас, детей, напрямую зависит от нашего отношения к родителям. Будем ли мы в жизни благословенны, будет ли у нас успех, будет ли у нас успех в духовной жизни, будет ли у нас успех в материальной жизни, это напрямую зависит от того, как мы будем относиться к нашим родителям. потому что, давая очень большую власть родителям над детьми, Бог дает им еще и очень большую ответственность за нас, и чтобы мы правильно относились друг к другу, потому что Бог очень сильно наблюдает над этими отношениями. И для Него очень важно, как мы, христиане, в первую очередь, как мы, христиане, относимся друг к другу в плане родителей и детей. И пусть нас каждого Бог благословит, чтобы вникнуть в это, чтобы разобраться. И, возможно, в нашей жизни были какие-то ситуации, где мы не совсем правильно поступили, где мы не совсем верно сделали какой-то правильный шаг. Возможно, мы где-то немножко забыли, как мы правильно должны относиться или к нашим родителям, или еще важнее, к нашим детям, чтобы мы заметили этот момент и, возможно, если надо, попросили прощения. Потому что, может быть, что именно в этот момент от этого зависит наше благословение, наше благосостояние, и именно в этот момент зависит наша... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok